Ну, результатом я недоволен, потому что я не выиграл эту планету с первого захода, да, с одной стороны. С другой стороны, у меня расширились горизонты, и у меня абсолютно много новых идей, которые можно реализовывать здесь, в Немежном городе. Например, как оказалось, я-то думал, что это вот прям настоящий любитель, которые позавчера дотронулись до шахматы, и вот для них вот сделали такой шахматный рай, чтобы они в шикарных условиях, на берегу моря, в пятизвездочном отеле, вот разыграли вот эту такую, ну, может быть, несколько шутливую корону, да. Но, на самом деле, здесь собрались очень серьезные люди, которые играют по 10-12 турниров в год. То есть, по большому счету, по такому графику наши мастера как бы не идут, как нежели вот эти любители. Поэтому я что подумал, что вот в России, недаром представителей России было не очень много, потому что для нас как-то это вот, ну, может быть, не очень понятно выглядит. Я, кстати, вот второй результат среди представителей России там показал. Так вот, я думаю, что в Нижнем Новгороде мы начнем с того, что мы сделаем чемпионат России среди любителей. И думаю, что в рамках одного из наших вот крупнейших фестивалей, которые мы в году проводим. Может быть, в августе, в ближайшем, который у нас пройдет фестиваль Кубок Надежды, может быть, мы еще не успеем получить вот этот официальный статус, хотя попытку такую сделаем. Но уверен, что уже к мартовскому Кубку Минина и Пожарского 16-го года мы обязательно это соревнование такое сделаем. А дальше посмотрим. Может быть, и Европу сюда, и мир тоже организуем здесь. То есть глобальная задача, чтобы все-таки привлечь вот к такой колоссальнейшей, интереснейшей турнирной жизни всех вот настоящих любителей шахматы, которые вот, ну, по-настоящему любят и эту игру. И совершенно неважно, в каком возрасте они в нее пришли. Например, вот там мне удалось в третьем туре сделать ничью 76-летним вице-чемпионом мира среди любителей 2012 года, господином Бессарабом из Тюменской области.